Субтитры создавал DimaTorzok Михаил Фёдорович, вспомните предвоенные годы. Как люди воспринимали нормализацию отношений с Германией в 1939-1941 году? Отрицательно воспринимали. Это и мой дедушка, и отец, и все чувствовали, что война с Германией будет. Хотя и договор. Значит, я с Доленко Михаил Фёдорович родился в Харьковской области. Всего-то рано, в селе Тараново там. Отец рабочий был на заводе, мать домохозяйка. В 1939 году, когда был заключен договор с Германией о ненападении и потом о дружбе, все его воспринили отрицательно, поселение. Потому что до этого уже пропаганда антифашистская, антинационалистическая уже была в нас поставлена на очень высоком уровне. И все люди осознали, что Германия обязательно нападет на Советский Союз. Михаил Фёдорович, то есть в стране было ощущение надвигающейся войны? Да. А вот из чего оно складывалось? Из частных разговоров, из средств массовой информации? Вот как Вы лично воспринимали это? Я сказал, что до этого, до 1939 года, была усиленная пропаганда против немецкого фашизма. И даже демонстрировался фильм «Болотные солдаты», где показывали концлагеря немецкие. И все люди, я в школу ходил, школьники, все были настроены отрицательно против фашистского режима в Германии. Очень, как бы сказать, героизировался Димитров, который был на процессе в Германии и выиграл его. И поэтому, хотя был заключен этот договор, но все равно все понимали, что войны с Германией не избежать. А как Вы узнали о начале войны? О начале войны мы узнали. Стоял на базарной площади репродуктор и в 12 часов Молотов выступил. И все население об этом узнало. Ну а потом, кто там в центре не был, то уже это, как говорят, распространялось, а это быстро. Михаил Федорович, то есть Вы лично слышали речь Молотова 22 июня? Да, я лично слышал. Вот какая была реакция на эту речь? Реакция была какая людей на это сообщение? Ну, какая реакция была? Реакция такая была, что вроде нас удулили. Что только недавно Молотов ездил в Берлин. Считалось, что все хорошо. Дружба с Лебентропом была, а тут вдруг война. А Вы слышали речь Сталина 3 июля 41-го года? Вот речи Сталина не слышал. Я только в газете читал. Михаил Федорович, расскажите о том, когда и как Вы были призваны в действующую армию. Это я... Мне еще не вспомнилось 18 лет. В 44-м году, в августе месяце, я был при освобождении, значит, и в этой территории, где я находился. И был признан даже полевым военкоматом 213-го армейского запасного стрелкового полка. Им сразу же, это буквально, это было как раз проходила Яско-Кишиневская операция. И полк понадобился куда-то, значит, участия в боевых действиях. Ну, там, это долго рассказывать. В общем, этот... В первом же бою я был ранен. Ну, вот мы сейчас перейдем к следующему вопросу. В каких сражениях Вам пришлось принимать участие? Какие города Вы обороняли? Какие освобождали? Значит, принимал я в Яско-Кишиневской, так сказать, операции. Потом в освобождении Румынии, Болгарии. Занятие Румынии, Болгарии. А Вы можете вспомнить один или несколько наиболее ярких эпизодов интересных военных? Какой-то конкретной бои? Ну, конкретной бои, я не знаю, мы находились в обороне. Мы, как бы, препятствовали выходу из окружения немецких войск. Этот наш, сопоставленный полк. А потом этот, и во время вот этой, знаю, вороны я попал под минометный обстрел. И мне в руку вот четыре осколка, в плечо один. И об спине сейчас еще сидит осколок. Имеете ли Вы награды? Какие, за какие заслуги? Какая из Вас, для Вас особенно дорогая, и почему? Ну, я бы так сказал. Самая дорогая награда, это... Медаль за победу в Великой Отечественной войне. Это самая дорогая награда. А так у меня за боевые заслуги, и оттен Отечественной войны. В той степени. Ну, и остальные все, значит... Михаил Федорович, вот нам интересно Ваше отношение к войне на разных ее этапах. С какими чувствами шли на войну, с какими возвращались? Была ли вера в победу и в правоту своего дела? Ну, вера в победу, вера в победу даже была... Я же находился на оккупированной территории. На оккупированной территории. Это с сентября 41-го года. И даже когда немцы подошли к Сталинграду, подошли к Сталинграду, и мы это все чувствовали, то вера в победу все равно была. И тем более, что наша деревня, вот Тарановка, за время войны 8 раз переходила с друг друга. Это в 41-м году, в 42-м году и в 43-м году дважды. И в феврале-марте, и потом уже окончательно в августе месяце 33-го года. Вот. И на всех этих этапах тут были, как бы сказать, контакты и неблагоприятные и с немцами, и с нашими войсками, да. Которые освобождали деревню в этих годах, в 42-м году, а потом это же там у нас, особенно в 42-м году, это же там наши три армии были окружены и пленены немцами. Это под Харьковская, Харьковская-Барвенковская операция. Вот. Потом в 43-м году, уже после Сталина Рада, нашу деревню освободили, и где-то с месяца были наши войска. Потом опять за Донец ушли, а деревня опять немцев осталась. Вот. И только уже в августе 43-го года окончательно уже освободили. Поэтому, будем так говорить, на всех этапах чувство было, что все равно все-таки победа будет за нами. Хотя, нужно сказать, многие и сомневались, особенно уже когда дошли немцы до Сталинграда, до Волги. Вот, Михаил Федорович, в связи с этим у меня вот следующий вопрос. В начале войны Красная Армия терпела поражение, как мы знаем. Иногда говорят, что тогда было много дезертиров, никто не хотел воевать. Правда ли это? Нет, не то, что никто не хотел воевать. А дезертиры появились, будем говорить, были действительно дезертиры. Но в основном, вот я помню, много было солдат, которые выбирались из плена с окружением, потому что, будем говорить, потеряно было управление частями, соединениями, отдельными подразделениями. И солдаты, как бы сказать, сами принимали. Некоторые на оккупированной территории находили в том, что женились, оставались потом до прихода опять наших войск. А некоторые все-таки стремились перебраться через линию фронта, хотя для них тоже была нелегкая судьба. Они проходили эти все органы проверки и попадали в штрафные батальоны в основном после этого. Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Были ли среди Ваших знакомых люди, которые сомневались в победе? Можете ли Вы пример такой привести? Ну, среди знакомых особенно таких не было. Я еще, будем говорить так, что это ж мне в 41-м году было только 15 лет, даже 15 лет, 14 лет было. Так же, я еще таких взрослых и не было. Ну, вот дедушка мой покойный, он еще в Первую мировую войну воевал, так? И, конечно, он был очень настроен против немцев, это ему еще после Первой мировой войны засело это было. И когда отступала наша Красная Армия, то он однажды мне сказал, Миша говорит, если бы не было коллективизации, такого, говорит, отступления бы не было. Вот он, что кто изнес, потому что действительно, наверное, коллективизация многих возлобила тогда людей. И многие действительно, может, и надеялись, что им вернут землю. Николай Петрович, а что Вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Знали ли Вы о параде 7-го октября? Ну, во-первых, я же в это время на оккупированной территории был, радио никаких не было. Ну, однажды, значит, этот, как, в общем, когда под Ростовом наши захватили, опять освободили Ростов, то немцы перебрасывали туда войска и проходили эти войска через нашу деревню. И каждую ночь, значит, оставались ночевать. И вот в нашей хате, или как называется, доме, у нас две комнаты было. И вот во второй комнате остановились, ну, так, я уже это понимаю, лейтенант немецкий и Фельдфебель, то есть командир артиллерийской батареи, и он. Ну, нужно сказать, наверное, потому что они сказали, что они, значит, не члены партии. Вот, и так это разговаривали, а я его, значит, это же пацанок еще был, спросил, ой, есть Сталин, ой, есть Сталин, где есть Сталин? Он, значит, этот, включил свой приемничок, приемник у них был, включил там что-то, я в школе французский язык учил, ну, а потом он этот, говорит, Сталин в убежище в Москве находится. То есть, мне просто интересно было знать, что в Москве он или... Он действительно был в Москве, и этот немец подтвердил это официально. А вот о контрнаступлении под Москвой знали вы, когда оно началось? Контрнаступление, вот это ничего не знал, понимаете, ничего, потому что ни радио, ни газет, ничего не было в деревне. И это ничего не знал. Михаил Федорович, как солдаты на фронте воспринимали приказ на аркома обороны номер 227, ни шагу назад? Ну, ни шагу назад, это я уже этот, он был в 42 году, это издан, а я в 44 году только в армии был. То в это время уже победоносном мы наступали, и по существу за этот приказ... Уже он в истории остался. Да, уже он остался в истории, потому что тут уже никто уже не отступал назад. А слышали вы во время войны о заградотрядах? В заградотрядах тоже, вот, я уже помню, это в 44-м и 2-м, 2-м, 2-м месяца, то ничего я не видел и не слышал уже. Это вот они действовали, ну, где-то в 42-м году, в 42-м, в 43-м, может, а в 44-м... А что вы знали во время войны о штрафных ротах и батальонах? Приходилось ли вам лично сталкиваться со штрафниками? Значит, этот, со штрафниками, когда я уже был в Болгарии, так, и меня уже перевели, создалась артиллерийская 45-мм батарея, и я, значит, в эту батарею уже попал, так, с пехоты, то к нам в батарею прибыл один солдат и штрафной рот был штрафником. А потом за, ну, хорошие, наверное, действия его, прочее, его уже перевели, вот, он был, наверное, в батарею. А сам он бывший артиллерист, сержант был, ну, правда, уже разжалован, до летового был. Михаил Кириллович, есть мнение, что на передовой никто не кричал «За родину, за Сталина», что это вымысел коммунистической пропаганды, так ли это? За родину, за Сталина, я тоже должен вам сказать, я не слышал ни разу такого. А если в бой шли в атаку, то с какими словами? Ура! Ура! Наши русские ура! Да, ура! Помните ли вы своих командиров? Вот, есть мнение, что советские военачальники заботились, не заботились, наоборот, о сбережении жизни солдат, и не стремились воевать с меньшими потерями. Что вы думаете по этому вопросу? Я это не сказал. Я же вот это, хотя уже, может, начальный период это и было, так, а уже вот с 44-го года, особенно, вот у нас был командующий 3-м украинским фронтом Толбухин, генерал армии, потом маршала им присвоили, так он очень заботился, а потом уже 37-й отдельной армией командующий был Бирюзов, тот вообще был, ну, как бы сказать, командир, душевный человек. А так, Толбухина все очень уважали, вот уже после войны, когда он приехал в Сахвирь, в Болгарию, то его даже болгарское население встречало такой демонстрацией, все вышли на улицы встречать его. А я как раз, наш, наша рода как раз была в карауле, это в Союзно-контрольной комиссии охраняли, и я лично увидел этого Толбухина и видел, как его встречали. А вот кого в армии считали еще, кроме Толбухина, выдающимися полководцами? Выдающиеся полководцами, ну, по рассказам и потом уже по печати и прочее, то, естественно, считали полководцами Жукова, Аркасовского, Малиновского. А вот есть мнение, что Жукова на фронте не очень любили, называли его мясником. Вам когда-нибудь приходилось слышать такое мнение? Ну, я, видите, на тех фронтах командовал Жуков, я это не был, поэтому, а так, молва, будем говорить, не доходила к солдатам. Что у нас, у нас свой командующий есть, и, как бы сказать, его почитали, и не обижались. На фронте были люди разных национальностей. Вот, по вашему мнению, много национальностей, это плюс или минус? Возникали ли проблемы на национальной почве? На национальной почве у нас никаких в роте, в нашей роте было 17 национальностей. И командир рот был Бурят, и никаких, как бы сказать, национальностей были и грузины, был азербайджанец, мусат, был казах, казахи, украинцы, русские, белорусы. Но таких, будем говорить, национальных розней и, там, насмешек или прочее, ничего не было. Ну, естественно, такие шаржи, там, шутки, это в любой солдатской среде были. Чтобы доходило до каких-то, там, драк или оскорблений, такого не было. Все были сплочены, вот, тем более, что сам этот командир роты был, Бурят, он так же, как и мы, ходил в обмотках. Скажите, а повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Если да, то каким образом? В отношении к религии, знаете, я, будем так говорить, в школе был пионером, потом, знаете, комсомольцем, то считался атеистом, коренным атеистом. Так же и в армии был атеистом. Но, можно сказать, что всякие тяжелые моменты, там, особенно во время трудностей, то иногда приходило вспоминать им Бога. То есть, чувствовать, как бы сказать, материнскую, как бы сказать, то есть, ее веру в Бога и подражать ей. Скажите, как Вас встречали люди в освобожденных городах и селах? О, это, особенно, за Румынию я тут ничего не скажу, а вот в Болгарии встречали очень хорошо. Стояла сплошная, сплошная цепь людей, когда мы, значит, проходили и проезжали. Правда, я в это время, особенно, болел малярией, так, то трудно воспринимал. Ну, обессиленный был, но вечером, особенно, она трусила меня, так. Вот, вот, я вспоминаю, первую ночь в Болгарии нас разместили в деревне по домам ночевать. Так вот, эта болгарка увидела, что я, значит, я в Малярии, так она меня турбуком накрыла, так. Потом, значит, ну, естественно, накормили этой брынзой, орехами, ну, вот. И потом еще утром всем весь мешок, килограмма по два ореха, как бы съебал. Ну, встречали, действительно, хорошо встречали в Болгарии. Может, конечно, выходили на улицу только те, которые, как бы сказать, радовались освобождению. А те, которые не радовались, те же, конечно, на улицу уже не выходили. А армия, это же единственное, хотя они, правительство объявило войну в этот, в начале сентября Советскому Союзу, Болгария. Но ни один пограничник, ни один солдат, и выстрелы по нашему телу. Единственная была стычка боевая, это в армии, где там немцы, немецкая база была. А так, это все, значит, полицаи, полиция, их места, потом прочее, все они попрятались. Некоторые стремились выйти, выехать из Болгарии. Меня потом еще в 87-м году приглашали в Болгарию, я ездил. Михаил Петрович, а как вели себя наши солдаты в освобожденной Европе? Ну, я должен... Как-то... Значит, тут так, будем говорить. Значит, те прегрешения солдат, вот, допустим, когда мы в Румынии проходили, да, тут тоже были нарушения, и... То они как-то не замечались командами. А когда зашли в Болгарию, то тут мгновенно поступил этот приказ. Никакого мародерства, никаких насилий и прочее, прочее. И я, правда, сам не видел, а в соседнем полку сержанта и солдата перед строем расстреляли за изнасилование болгарки. Причем там уже эти... Были собраны все болгары с этой деревни. И это был показательный, как бы сказать, расстрел. Вот. Поэтому больше никаких, как бы сказать... Ну, дальше я уже ничего не замечал. Они... Они... Вот. Потом уже нужно сказать, что... Вот мы остановились там возле небольшой деревушки. Ну, уже этот... Не в домах, а в палатках. Так они сами приносили виноград, яблоки к нам. И особенно вот, когда я еще раз попал я в госпиталь по вытаскиванию осколка с руки. Тут в доме у меня одно. Сразу в августе не вытащили. Так вот, в госпитале каждый день приходили эти болгарки и приносили бринзу, там виноград. А чем удивила вас жизнь за границей в тех странах, которые вы освобождали? Ну, чем удивила? Удивила... Это же только Румыния, Болгария, так. Тут такой особенной цивилизации и различия между Украиной, допустим, и Румынией не было. А в Болгарии так еще же этот... Там этот... Еще я впервые увидел этот... Не плуг, а рала... Саху, это христиан. Ну, там не было крупного земледельческого хозяйства у них в Болгарии, а были такие небольшие участки земли в каждом дворе. Тоже это сельскохозяйственные, как бы сказать, государства были, и поэтому там зажиточных особенно не было людей. Михаил Петрович, что вы думаете о противнике? Вот ваше отношение к врагу, каким его видели, воспринимали? Ну, во-первых, этот, таким... Во-первых, я когда... Еще на оккупированной территории, когда был, так я много повидел. И немцев, и мадьяр, и словаков, итальянцев. И среди них, будем говорить, тоже разные были, и разное их отношение было к населению, к нам. Ну, особенно мне запомнился жестокость этого эсэсовской дивизии, которая выходила в 1943 году с окружения через нашу деревню. Так, и вот они, они не считали сейчас населением. Кто попадался им на руку, всех стреляли. Всех, а соседняя деревня, там, Андреевка, так всю деревню за одного убитого эсэсовца, всю деревню расстреляли. И женщин, и детей, кто не успел убежать с этой деревни. Там говорят, человек 200. А вот первый пленный немец, которого вы увидели, какие ваши впечатления, отношение к пленным вообще? Ну, как говорится, поначалу было отношение к пленным, я должен сказать, было жестокое. И даже, я не помню, даже, может, и приказ такой был, что если пленным по одиночке сдавались, то их даже плед не брали. Так, расстреливали. А уже, вот, когда я уже служил в армии, то тут уже пленные, уже с тысячами, вот в Яско-Кишиневской группировке, там, десятки тысяч были взяты в плен, то их все нормально встроим, погнали в тыл, и они потом тут восстанавливали хозяйство и в Воронеже, и везде в Харькове, и железную дорогу построили. Вы выделяли в годы войны национальности, против которых воевали, например, румын, итальянцев, венгров, или это для вас был просто общий враг? Нет, это был общий враг вообще-то, но, вот, допустим, уже в Яско-Кишиневской операции там же и немцы, и румыны были, то, ну, будем так сказать, что румыны, наверное, почувствовали крах свой, и они просто слабевали оружие и не принимали уже участия в битве. И потом же две румынские армии даже воевали на нашей стороне, так же, как и две болгарские армии. Скажите, Михаил Федорович, приходилось ли вам во время войны слышать о Власовцах? О Власовцах? Ну, этот... Значит, так, о Власовцах я ничего не знал, а вот когда я был на оккупированной территории, то вот казачий пол... казачий отряд, который перешел в немцев, служил, этих видел, прямо в очи и увидел, и они на лошадях ехали, причем и с советскими орденами на груди, и вот такой был, значит, этот... это казахский отряд был. Вот. Потом... потом... да, и больше таких вот предателей мне не приходилось обстречать уже. Как к ним относились на фронте солдаты? Ну, я же, этот... То есть, мне не пришлось на фронте встретиться с такими... скажите, Михаил Федорович, а что представляло наибольшую сложность в быту в годы войны? Когда было труднее воевать, летом или зимой? Почему? Естественно, зимой было труднее, да? Но, этот... Но, этот... лес донимал пшивость, это было повальная. И, вот уже, вот мы на Дунае, наверное, заразились все полки. Большая половина нашего полка это страдала малярией. И лечили ее тогда каждый день по два укола от рехина. Вот. Это болезненные очень уколы были. Вот. А так? Вот это только вот что... Баня... Баня, этот... Походная... Палатки разбивали и прочее. Ну, раз в месяц где-то приезжала она. Михаил Федорович, давайте поговорим об оружии, о боевой технике. Вот о наших, допустим, танках, самолетах, о боевой технике противника. Вот на равных шла борьба или нет? Ну... В начале... В начале войны, конечно, немецкая техника превосходила. Потому что у нас танков Т-34 было мало и все. Самолеты тоже наши были и ястребки не в примере, если шить там. Так. А потом уже, вот, начиная с 43-го года, когда уже восстановилась немножко промышленность в Сибири, там, в Урале, да. Вот мы уже... Это я уже вот сейчас прочитал. В 44-м году наша промышленность превосходила 40 тысяч самолетов. 40 тысяч самолетов. То есть мы уже производили значительно больше, чем Германия со всеми своими сателлитами. Ну, здесь, конечно, Ленинс помог. Ну, а полиделизм и всего самолетов где-то 8 тысяч получили. Поэтому... Скажите, а вот Ваше личное оружие? Чем оно было? Ну, у меня сначала трехлинейка была. Ну, вот. Потом автомат ППШ. Потом автомат ППШ. А потом уже в конце войны приял эту артиллерийскую батарею. Потом уже 45-мм я наводчиком стал. А были ли в годы войны для солдата какие-то минуты развлечения, часы отдыха, там, может быть, концерт артистов фронтовой бригады? Были, были, были. И концерты артиста приезжали. И, вот, я помню, на этом, на встрече с Орелом Кругом, с Ильей Орелом Кругом был. Вот. А так... В каждом... В каждом фронте была своя концертная бригада. Ну, вроде такого хора. Мы, что ли, поэтому они разъезжали по дивизиям, по армиям. И... Ну, это редкость, конечно, была. Так. Вот как Вы можете охарактеризовать отношения на фронте между мужчинами и женщинами? Мне это, как говорится, далёкое было. Ну, известно, что там, это... У командира полка была фронтовая жена. Это все знали об этом. Вот. А... Так, вот, у нас... В батальоне санинструктор была. Катюша. Это была такая скромная девушка, причём друголюбивая. Вот. 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 А вот, Михаил Федорович, водка на фронте, она помогала воевать или мешала? Водка, ну, будем говорить, в малых количествах, конечно, помогала. Вот. И... На... Будем говорить, как бы, после этих выпитых 100 грамм все становились как будто одинаковыми. Хе-хе-хе. То есть, тут уже различия в характерах очень. Скажите, Михаил Федорович, когда и откуда Вы писали «Домой»? Ну, первое письмо я написал, будучи в Болгарии, в Болгарии. Это где-то в начале 45-го года. И вот эту вот фотографию послал. И еще петлиц на шинели не было у меня, и звездочки не было. Ну, в обмотках. Скажите, а сказывалось ли влияние цензуры? Вот Вы его ощущали? Во время переписки с домашним? Я не ощущал, потому что я строго выполнял, как бы сказать, указание командиров, не писать, где находишься, в каком населенном пункте, и не жаловаться на трудности. Вот. В этом случае ничего не вычеркивали. И я, вот когда получал письма из дома от матери, отец тоже у меня на фронте был. Так. Матери. Она тоже, особенно, ничего такого не писала крамой, но и поэтому я ни одних вычеркиваний не видел. Ни в ее письме нет. Вы говорили, что были ранены. А где и когда, и кто Вам оказывал медицинскую помощь? Значит, ранее я был ночью, вот, сам инструктор меня сразу по окопам, по окопам повел до ближайшего медпункта. Там мне сделали перевязку. А на следующий день в медсамбате, причем медсамбат не наш, а какой-то дивизии, я даже не знаю, мы вытащили вот это с плеча осколок, и с руки два осколка вытащили. А один уже, вот. Ну, этот, сделали такую повязочку, и даже я не лежал в медсамбате, а также возвратился в свой же пол. Вот. И где-то я, вот это оно тут зажил, то есть я, по существу, ну, тут уже только марш, марш был, то, как бы сказать, боевых действий уже таких не было. Михаил Ковенкович, вот вы были в оккупации. Да. Расскажите о том, что вам пришлось пережить вот в это время. Ну, что тут пережить? Во-первых, страх перед отправкой в Германию, так. Я, потому что чуть кто постарше был, а потом уже и в моей возрасте, всех, молодежь, всех угоняли в Германию на работу. Это был страх. Дальше страх был. У нас была матерь корова, то боясь за то, что ее заберут, отберут. И так и было. В 43-м году уже ее и забрали немцы. Так. Вот. Дальше. Ну, а так, потом страх был, это же отец тоже был на фронте, то несколько раз полицаи приходили просто узнавать, где отец. Они думали, ну, вот такие хоккеишки. А так. Чего? Жили все с огорода. Вот. Ну, и это корова, конечно, корова. Армельца. Да, кармельца. Скажите, как после войны относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Были ли среди ваших товарищей такие? Нет. Кто побывал в плену, вы знаете этот, среди простого населения, и которые пережили все вот эти, увидели и оккупации и прочее, прочее, то относились нормально, доброжелательно. А, естественно, органы, органы относились, причем всех, которые были в плену, сначала шкатки там же разбирали, как попал в плен, при каких обстоятельствах. Если, допустим, хоть малейшее подозрение было, что он самостоятель перешел, они им всем по десять лет давали и отправляли на колыму. Всех остальных, всех остальных направляли на шахты. Узбасс, Донбасс, всех и там. В том числе и по матери мой дядя. Он был перед войной директором школы в Молдавии, в Лаузском селе. И его взяли в начале войны, призвали в армию, причем он командный долг, то есть какую-то занимал. И вот он попал в плен, и потом и в немцев на шахтах работал, в плену, в этом же Донбассе. И потом, когда его освободили, то же самое, до самой работал. Но он уже так и потом уже на шахте и до конца от своих. И до выхода на пенсию уже на шахте так и работал. Скажите, Михаил Петрович, что Вы знали о союзниках СССР? Насколько ощущалась на фронте их помощь? Ну, союзники... Мы на фронте какую помощь ощущали? Во-первых, ихняя тушенка была. Это для солдат. Было так. То есть Вам пришлось есть американскую тушенку? Да, пришлось есть американскую тушенку. А этот... По оружию... Танки их не все ругали, английские. Они мгновенно загорались. То есть они... Против нашей Т-34 это была такая спичечная коробка. Самолеты... Самолеты... Самолеты хвалили. Американские... Эти истребители. А так... Что еще у нас... Особенно наше... Везде все оружие было. Орудия свои. Оружие стрелковое свое. Все свое. Потом уже еще... Уже в конце войны. Ну вот уже начиная с 44-45 год. Так мы... Вот... На Дунае захватили очень много боеприпасов. В немецких... Целые баржи там были не разрушены. Так... Что их разрушили. И уже... Даже в некоторых атлетических батареях... Гемецкие пушки. И чтобы эти боеприпасы было расходовать. Вот. И... Особенно в артиллерии это любили. И... Каждый стремился там завестись. Немецким биноклем. Немецкой североубоем. Перископом. То есть оптика была действительно мне... Лучше. Михаил Федорович, а где и как вы встретили День Победы? День Победы я встретил в Болгарии. Причем мы узнали уже... Еще 8-го числа уже узнали там... От Болгарии уже... Подписан договор. Так... Ну что... Как и везде. Началась стрельба. Потому что у нас у каждого был боеприпас. Большой. Вот. В Палаточном городке. Находились. Вот. И потом сразу же после Победы... Я вспоминаю нашу роту. Отравились сопровождать лошадей. Сюда в Советский Союз. Но мы только дошли до Дуная. А потом какая-то дивизия шла. У нас этих... У нас лошадей... За время войны набралось столько, что вот... Ну... Вот это в роте. На каждых двух солдат дали повозку. Шесть лошадей. И... Причем нам попался... Один... Один только... Мерин. А то все кобылицы. И причем... У четырех были лошонки. Хе-хе-хе-хе. Вот. Ну... Конечно, они сыграли свою роль здесь. В Советском Союзе эти... Мы тогда сразу с одной дивизии, наверное, лошадей... Четыреста. Приятнали. Михаил Федорович, какой фильм о войне лучше всего передает атмосферу военных лет и отношения между людьми? Ой, как же ж... Ну... Вот этот... Фильм... Как в окопах Сталинграда... Да? В окопах Сталинграда... Потом этот... Как же еще... Вот... Фильм... Мы говорили, батальоны бросят огня. Вроде такой был фильм. Да, да, да. Так. Это вот на... При... Вот это, значит... Хорошо. И... Держ... Так, как я уже... Освобождение. Держонов играет этого... Освобождение. Корпуса... Корпуса... Держонов... Как же он... По... По... По Симонова... По... По произведению Симонова. Они сражались за Родину? Да, они сражались за Родину. Ну... Вот этот... Мне... Больше всего... Отражает он. Скажите... Потому... Действительно... Симонова сам был... И в окопах, и... Все время... С солдатами. И он... Действительно... Написал эту повесть. И по нему фильм поставили. Ну... И артисты, конечно... Хорошие... Подобраны были. Вот. Михаил Федорович... Скажите... А вот... Современные фильмы о войне... Они... Действительно... Более правдивые... Чем снятые в советское время? Или нет? Ну... Я должен сказать... Вот этот... Шракбат... Он... Не... Не знаю... Но... Фальши... Такого не было... Вот... Фильм Шракбат... А... Еще какие... Фильмы... А так, как и все в войне... Вот, допустим... Это... Звезда... Ну, по повести Звезда... Казакович... Так... Поэтому... Вроде все... Нормальные... Хотя уже и после войны... Они создавались... Вот... А вот произведения... Какого писателя... Как... Вот... На Ваш взгляд... Наиболее правдиво... Отражают войну? Значит... Ну... Во-первых... Это... Карпова... Вот... Его произведения... Потом этот... Ну... Симонова... И... Этого... Благодарю... Вот... Ну... Остальные... Может... Я... Что и не читал... Может... Так... А вот... Какой фильм... Какую книгу... Вы посоветуете... Современной молодежи... Почитать... Посмотреть... Чтобы знать... Правду о войне... Ну... Вот... Вот... Это... Они сражались за Родину... Я бы посоветовал... Всем посмотреть... И... Этот... Фильм... Они сражались за Родину... И... И... Еще... Это... Вот... Выскочил у меня с головы... Его название... Фильм... Где... Шукшин... И... Его Шукшина... И... Где он и умер... На съемках... Это... По... По... По Шелухову... По-моему... Да... По Шелухову... А... Нет... Как же он... Ну... Описано... Отступление... Наши... Под Сталинград... И потом... Сталинградская битва... Вот там... Довольно правдиво... Ну... Еще... Хороший фильм... Ну... Это такой... Будем говорить... Жанровом... В плане... Это... В бой идут одни старики... Так... Раньше, наверное... Фильмов было и больше... Они интереснее снимались... И... Да... Нам понятнее воспринимаются... Наверное... Скажите... Михаил Федорович... Вот... С каким настроением... Вы встречаете... Представящий День Победы... 65 лет Победы... В Великой Отечественной войне... Ну... Какое настроение... Наверное... Настроение... Конечно... Во всех... Хорошее... И... В то же время... Уже... Понимаешь... Шето... Наверное... Уже... Последней... Юбилейной... Уже... 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 Субтитры создавал DimaTorzok